Приветствую вас и полагаю, что основная проблема в том, что вы ходите, чтобы всем было хорошо. То есть, чтобы была довольна ваша мама, чтобы был доволен молодой человек ваш, и, собственно, вы стараетесь угодить всем. Вы знаете, вам необходимо понять, что вот, наверное, решающую роль в том, что у вас произошла такая ситуация, сыграло то, что у вас с мамой дружеские отношения. Тут нужно отдельно отметить, что дружеские отношения с родителями, ну, по-настоящему искренних, по-настоящему, как бы, ну, натуральных именно дружеских отношений. Ну, практически не бывает. То есть, если мама с вами дружит, то есть, если вы довязываете друг к другу, да, рассказываете ей о себе все, делитесь своими переживаниями, например, и так далее, то ваша мама, к сожалению, этим может воспользоваться очень негативно. И вот у вас это и получилось. У вас именно это и произошло, что вы своей маме доверяли, 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 а она обратила это против вас. К сожалению, обратила это против вас. И таким образом нужно сказать, обязательно сказать, что не нужно вам стремиться к тому, чтобы мама ваша была довольна. У нее есть свое представление о том, каким должно быть ваше счастье. У нее есть свое представление об этом, отлично от вашего, к сожалению. И вам ее не переделать, вам ее не поменять. От молодых к человекам отношения ваши могут действительно очень сильно испортиться. Из-за, опять-таки, такого отношения вашей мамы к нему. И в этой ситуации, которую вы описываете, самым правильным решением для вас будет отдать предпочтение своей маме, отдастся, молодому человеку. А! Маме сказать, что только вы решаете, как вам жить, что делать, как строить свое счастье. И что дальше, если... Вот тут вот важно для себя как бы сделать такую пометку, что даже если молодому человеку вы действительно не нужны, своей маме скажите, то все равно вы хотите быть с ним, до тех пор, пока сами не поймете, что вы ему не нужны. Молодой человек видит вас как свою девочку, но как девочку, которая через шиву сильно зависит от своей мамы. Ему это не нравится, потому что, ну, мужчине вообще не нравится, когда на него давят, когда от него требуют каких-то вещей, которые он хотел бы сделать сам. И это, естественно, вас отдаляет друг от друга. Соответственно, что вы можете сделать? Можно, не ругаясь с мамой, не пытаясь ей что-то доказать, просто игнорировать все ее слова, которые касаются вашей личной жизни. а молодым человеком вести себя так, как хочется вам обоим. И принимать его позицию. Если он считает, что он делает вам предложение сам, но позже, пусть так. Ну, если вы пишете, что, значит, вот, мама постоянно разговаривает с вами на эту тему, а вы после этого начинаете разговаривать с молодым человеком о свадьбе, вот, должен момент, непонятный. Мама разговаривает с вами о свадьбе по своим причинам. Они у нее есть, причины эти. И эти причины вас не касаются, как ни странно. Потому что, ну, у мамы, как у родителей, есть цель сделать своего ребенка счастливым. Но сделать ребенка счастливым по своему пониманию. По своему разумению. А не по вашему. И в силу того, что вы люди разных поколений. Скорее всего, даже вы люди разных эпох нашей страны. И представления о счастье у вас, соответственно, разной ее. И из-за этого, в принципе, то, что думает ваша мама о том, что вам нужно для счастья, всегда, как бы вы не дружили с ней, будет отличаться от того, как вы представляете свое счастье. и отсюда неслойный вывод, что маму менять не нужно. Менять ее и пытаться что-то ей доказать тоже не нужно. Это бесполезно. Это не имеет никакого смысла. Вы только потратите время, силы, энергию, а добьетесь только того, что свою маму, скорее всего, вы расстроитесь только лишь и все. Больше вы ничего не добьетесь. Значит, оставьте свою маму с ее представлениями наедине с собой. а сами живите свои жизни. И все. Другое дело, что ваша мама будет противиться. То есть, она будет постоянно об этом говорить, также она будет также разговаривать с вами о свадьбе. И здесь очень тонкий момент. Почему вы после разговора с мамой начинаете говорить о своем молодом человеке? Вы сомневаетесь в нем? Может быть, у вас есть какие-то проблемы в отношениях с молодым человеком? Или что? Просто так вы бы не стали разговаривать с молодым человеком после диалога с мамой, потому что вы понимаете, что у мамы своя точка зрения, у молодого человека своя точка зрения, и как бы это нормально. Но раз вы говорите, значит, у вас есть какие-то сомнения. То есть мама затрагивает у вас сознание и какие-то моменты, которые находят отклик у вас. и этот отклик вы переносите на молодого человека. Возможно, именно между вами есть какие-то невыраженные, нерешенные проблемы, которые мешают вам адекватно воспринимать своего молодого человека. И ситуация, которая между вами происходит. Именно это мешает вам также не переносить то, что говорит мама на него. Либо есть другие причины, по которым вы настолько внушаемы по отношению к своей маме. Эта причина может быть неуверена в себе, может быть какие-то комплексы, может быть вера в свою маму, идеалистическое ее восприятие, но тем не менее есть что-то заставляет вас это делать. И вот этот момент тоже нужно вам разобрать для себя. Потому что без него без него вряд ли у вас получится наладить самостоятельные отношения молодых человек. и вы будете все время чувствовать, что ваша мама вмешивается и молодой человек будет чувствовать, что мама вмешивается и в итоге ничего хорошего из этого не получится. и таким образом резюмируя все, что я вам сказал, можно заключить, что от мамы стоит дистанцироваться, может быть в меньшей степени с ней разговаривать, меньше допущать ее во все проблемы, четко, последовательно, терпеливо и упорно отстаивать свои границы личностные, не позволяя вашей маме думать, что и видеть, что она задевает какие-то струны вашей души, когда говорит асфальдер, игнорировать эти ее разговоры, тем самым показывая, что вам это неинтересно, вы считаете, мама не имеет права об этом говорить и со временем это поможет вам убедить маму в том, что по крайней мере бесперспективно общаться с вами на тему личной жизни. Со временем, то есть еще более долгосрочной перспективе, увидев, что вы счастливы, увидев, что вы нервничированы, увидев, что вы делаете то, что считаете нужным с тем, с кем считаете нужным, у вашей мамы при соблюдении тех аспектов, о которых я вам сказал, постепенно наступит смирение, то есть она смирится с тем, чтобы вы выбрали свой путь и каким бы ни было ее не останется выбор, кроме как его принять. А вы, когда после разговора с мамой переносите этот же диалог на своего молодого человека, получается, стараетесь построить отношения так, как хочет ваша мама. То есть она хочет брак и вы хотите брак. это получается, что молодой человек строит отношения не с вами, а с вашей мамой. И чтобы строить полноценные отношения с ним, с мужчиной, нужно для начала ограничить влияние вашего родителя, который, да, преследует благи и цели, но, тем не менее, сам того не охрановая вам вредит. Переубеждать еще раз здесь бесполезно. В МФИ до нее что-либо бесполезно тоже. Ругаться, конечно, не стоит, нужно относиться с пониманием, может быть иногда даже жалостей, но держаться в своей границе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Заселаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров